Сегодня у нас история будет с подписчицей. Сейчас я зачитаю нам свои комментарии и вы тоже поделитесь в комментариях своими мыслями по этому поводу. Давайте приступим. Здравствуйте, Галина. Смотрю ваш канал больше года. Отметила много полезного для себя и спасибо за ваш труд. Да, пожалуйста. И вот решилась написать и свою историю. Познакомилась с турком, точнее он курд в июле 17-го года в городе Бурса. Сразу не понравился. Но со временем я влюбилась и примерно в течение недели поняла это. Каждый день мы встречались, гуляли, ходили в кафе. Через месяц мы решили поехать в Аланию отдохнуть. Отдых прошел хорошо, но мне надо было уезжать в Минск, так как заканчивалась моя виза. Мы решили, что я приеду через месяц, снимем квартиру, подадим документы на новую мою визу. И так и случилось. Он купил мне билет, встретил меня в аэропорту, все шло хорошо, но визу мне дали только на 5 месяцев. И опять пришлось мне уехать. Решили, что в Анталии легче взять вид на жительство на год. Я поехала с подругой и мы подали документы в течение 3 месяцев, получила я визу. Все это время он мне присылал деньги на жизнь, ждал меня в Бурсе, не мог приехать, потому что надо было работать. Как оказалось позже, не совсем работа его там держала. И вот мы нашли квартиру в Бурсе, заселились туда, но вещи он не перевез свои. Все тянул и говорил, заработался, завтра привезу и так каждый день. Позже он мне стал реже приходить ночевать, говорил, то мама в больнице, то надо работать, ехать в другой город, командировки и так далее. И на день рождения он вообще ко мне не пришел. И за все время не подарил ни одного подарка. Я сказала, что хочу расстаться с ним, но он держал меня и говорил, что все исправит, подожди немножко. Я ждала долго, терпела, потому что любила и доверяла. Потом я опять улетела и прилетела с надеждой, что мы попробуем снова, ведь он так умело меня убеждал. Я здесь останусь и скажу, я и сама обманываться рада, скорее всего, вот это было. И так длилась еще пару лет, кормил завтраками. Мои слова сейчас только что сказаны, только как можно пару лет меня убеждать. Вам не хотелось так подстраиваться под эти обстоятельства. Я знаю, я дурочка, но почему-то всегда опять велась на его удочку. Да потому что вам не хотелось видеть реальность. И удочка, эта наживка на удочке слишком сладкая была. Она вам была выгоднее, чем реальность. В 2020 году я прилетела 31 декабря. Он меня забрал и отвез к моей подруге домой и сказал, что через пару дней заберет меня на свою квартиру. Но, как вы понимаете, этого опять не случилось. Я постоянно говорил, деньги, я деньги жду, сработаю плохо, мама больная и так далее. И вот в октябре я все бросаю, прилетаю в Беларусь начать новую жизнь. Он мне писал, умолял, говорил, что я сказал, что больше не приеду. Но как дура со временем опять повелась. Через 9 месяцев я живу уже у себя в Минске. И опять мы строили планы, когда я приеду к нему осенью. Но наконец-то правда и до меня дошла. Мне в WhatsApp написала турчанка и сказала, что они встречаются и живут вместе уже 4 года. То есть он начал с ней встречаться практически сразу, как и со мной. Еще он женат и у него есть сын. Мы с ней обменялись переписками, фотографиями, которые у нас были. То есть всеми доказательствами и были просто в шоке. Как мы попались на его уловки. Я заблокировала его везде, естественно, и все кончено. Я поняла, что это было глупо ждать столько времени. Меня мучает вопрос, как можно избавиться от чрезмерной доверчивости. Как правильно начать доверять людям после такого. Не знаю, может ли кому моя история поможет. Просто давно хотела вам написать, что вы можете посоветовать. Я вам посоветую очень легко. Дело не в доверии. Это доверие, вот эти фразы. Я доверила, а он меня обманул. Я в позиции жертвы, я бедная и несчастная. Меня надо пожалеть, я ни в чем не виновата. Я же сразу сказала, я и сам обманываться рад. Если вы не хотели видеть правду, вам было выгодно с какой-то стороны. У вас была определенная от него, называется, вторичная выгода от этой ситуации. Он закрывал ваш какую-то потребность. Возможно, любви, внимания и так далее. Я не знаю, о чем вы о себе, о своих взаимоотношениях с родителями, семьей, ничего не писали. Это все, что я могу сказать, это догадки вилами вообще по воде, да, писано. Но суть такая, что вот эта позиция, вы знали все прекрасно, вы видели, вы не хотели это видеть и закрывали глаза, потому что вам эта позиция была выгодна. Не в плане, там, я расчетливая, я серую, или еще что-то. Выгодно в том плане, что он что-то перекрывал. От этого вам так хотелось, вас устраивала такая форма отношений. Просто сейчас вы снимаете себя за это ответственность, вините его, но здесь вины всегда 50 на 50 в отношениях и вашей, и его. И в этом ничего страшного нет. Нет, возможно, у вас низкая самооценка, и вы, в принципе, не можете принимать ответственность за свои действия, признавать свои ошибки. Для вас это проблема. И если я признаю, как бы признавать ошибки, сказать, да, я виноват, но я могу исправиться. Это же ухода сильных людей, у которых внутри есть стержень. Признать свои ошибки-то очень тяжело, и особенно их исправлять еще потом. А признать это вообще просто полдела уже, по сути, сделано. И люди, если они кажутся и с низкой самооценкой, а может, они низкую свою закрывают активностью, напористостью и так далее, но, по сути, самооценка низкая, у них как самозащита такая больше идет. Все равно, в любом случае, людям с низкой самооценкой очень тяжело признавать свои ошибки. Может быть, вы такой человек, и признавая ошибку, разделяя вину за вот эту ситуацию, что вы, по сути, профукали 4 года своей жизни, ну, 3 там, да, условно 4, то получается, это 50 на 50, это ваше было желание. Вам же никто не мешал соскочить в самом начале или попозже. Вот там звоночков я не буду преследовать, навалом вообще было, да. Уже много было моментов, когда надо было прекратить, вы этого не делали. Это ваша зона ответственности, это был ваш выбор, он здесь ни при чем. И то же самое, это не он такой плохой, это та турчанка, которая узнала о его ребенке, которая о его браке, получается, у него трое отношений были, как я поняла, да. Да, жена и ребенок, может, с которым он там не живет, они просто там вписанные, ну, неважно, он там финансово помогает. С турчанкой жил и с вами еще параллельно крутил, да. Еще прикалывает, насколько у него на все это денег хватало. Видимо, он неплохо зарабатывал, столько женщин вокруг себя содержать, вас полное практически там, да, содержание ваше было. Классно, конечно, да, но классно то, что легко было. Вас определенная иллюзия держала в этих отношениях, а-ля такая иллюзия отношений. Вам можно было бить в набат гораздо раньше, вы же этого не делали, это ваше осознанное закрытие глаза, глаз ваших на это. Кого тут винить, собственно, да. А вы сейчас меня спрашиваете, как теперь людям доверять? Да дело не в доверии, дело в вашем поведении. Здесь не в том, как мне теперь доверять людям, а в какой момент мне нужно соскакивать. Вот немного рекламы, да, сделаю. Я сейчас пишу, у нас закончился курс по самооценке с девчонками. Девчонки очень остались довольны. И у меня родилась идея, они меня поддержали, написать новый курс по поводу взаимоотношений. Что такое вообще здоровые отношения мужчины и женщины, когда это окей, нормальные отношения, не больные какие-то, да, образец, на который ты можешь смотреть и думать, ок, вот так это нормально, а что-то отклоняется, это не окей. Так вот я вам скажу, немножко забегая вперед из этого курса, нормальные здоровые отношения, когда с них нужно соскакивать, когда там плохо, когда вы чувствуете себя чуть-чуть дискомфортно в отношениях, не учитывается ваше, не знаю, что-то вам не хватает, не учитывается ваш голос, вас не рассматривают в отношениях как личность, вас унижают, бьют, оскорбляют и так далее. Вообще что-то, что ненормально для вас, да, у вас в голове должны быть четкие критерии. Как у меня в отношениях с мужчиной должно быть окей и нормально. И вот что-то из этого пунктика выбивается, это говорит, что это, скорее всего, не ваш партнер. Если вы попытались пообщаться, донести свою мысль, а человек не реагирует, да ему насрать вообще, что там хотите, чтобы вас там уважали или еще что-то, ему наплевать, он не меняется и не обещает никаких даже перемен. Вот это тот момент и тот сигнал, когда вам говорят, что, скорее всего, это не твой человек, не надо дальше действительность натягивать, она порвется, и ничего не изменится, лучше не станет, будет только хуже. И вот это тот момент, когда вы начинаете закрывать глаза на что-то. Вот чтобы потом не очнуться через 4 года из этой амнезии и типа, о, блин, у меня 4 года из жизни вылетели, он позорник какой меня обманывал. Блин, да это ты где-то в прострации 4 года пробыла, правильно? Ты же профукала половину, это твоя же ответственность, ты могла раньше соскочить. Вот я к тому чему веду? Не обижайтесь, пожалуйста, но задача здесь, формулировка даже неправильная, вы уже с формулировкой скидываете себя ответственности. Как теперь доверять людям? Нет. Вот ваша задача отслеживать свои эмоции в новых отношениях. Доверять это не важно. Начинаете отношения, вам что-то не нравится, вы сразу об этом проговариваете. Если человек не реагирует, не меняется или вообще уходит от темы, даже эту тему поднимать не хочет, вот он колокольчик, звоночек, да не ваш этот человек. Если он в начале отношений, когда люди только расположены, только знакомятся, и уже не хочет с самого начала идти на уступки, что-то обсуждать и улучшать как-то, да, где-то понимания какие-то закрывать, общаться, на диалог не выходит, а чего вы думаете, что он потом на диалог вам пойдет, когда вообще все затянется, болотная тина, и там просвета не будет в отношениях. Вот ваша задача на этом сфокусироваться. Я начинаю отношения, мне что-то не окей, я проговариваю с человеком, на уступки не идет, на объяснение общинку реакции. Я заканчиваю историю, это не мой человек, не бойтесь расставаться. Быстрее соскочите, быстрее расстанетесь, вы быстрее найдете нового. А может быть, вот этот новый человек будет тем, который пойдет на контакт и объяснит какие-то проблемные моменты. Не надо так держаться за мужиков и бояться расставаться. Боятся расставаться те, кто с синдромом покинутого ребенка, кого оставляли родители, папы очень часто, мамы в этом, или на воспитание бабушкам, дедушкам и так далее. Кому не хватало внимания, теплила родителей. Те держатся очень сильно за мужчин, за противоположный пол. Тяжело люди такие расстаются, потому что им каждый такой отрыв от человека сердечного, кому чувства есть. У них всегда просто равно идет разрыв с моими родителями, которые были. Они это очень больно переживают. Другим людям, как я, могу сказать, «Блин, расстались и все, мне просто». А вдруг вот такой человек скажет, «Мне непросто, мне больно каждый раз, я как ножом по сердцу отрезаю человека из своей жизни». Потому что он к ним прикипает. У человека, значит, изначально в общении идет вот это вот желание закрыть вот эту боль сердечную от родителей. И так будет всегда, пока вы не разрешите свою проблему с родителями, не перекройте ее, не проработайте ее, как бы, да, психолог вам сказал. Так что, девочки, в письме я что советую? Вовремя отслеживать свои колокольчики, эти звоночки, не бояться расставаться и соскакивать с отношениями. Дело не в доверии, вы неправильно формулируете. Формулировкой вашей, я повторюсь, вы снимаете с себя ответственность, примите ответственность. «Да, это я четыре года профукала. Да, я могла раньше расстаться, и я старалась осознанно не замечать проблем, закрывать глаза и ему верить. Мне этого хотелось, потому что это закрывало там мою какую-то потребность, сказать его внимание, любви и тому подобное. Чего потом уже, когда вы жили, он от его плана вообще перестал ходить, этого уже потом ничего не было. И следующий момент, я признаю свои эти ошибки, но на ошибках учатся. И благодаря этому тяжелому больному опыту, в следующий раз я такого не допущу. В следующий раз, когда у меня будут отношения, в которых мне будет что-то не нравиться, я оповещу человека, своего партнера. Если он не согласится что-то менять, я расстанусь с ним и найду другого». Вот такой вывод в вашей голове, скажем, такая мысль должна быть. Вами вот это должно править. Если на вас он посмотрел, если у вас низкая вообще самооценка, я другого не найду, у нее вообще проблемы какие-то, он на вас клюнул, посмотрел. Почему миллиарды людей на планете живет? Это не последний мужчина. Любите себя. К уверенной в себе девушке, к женщине, уверенной в себе личности, неважно вообще мужчина это или женщина, тянутся люди. Вот вы себя любите, вы окей, вы себя уважаете, все вокруг люди вас начинают уважать. Относятся к вам ровно так, как вы к себе относитесь. Поэтому любите себя, говорите себе в зеркало, «Я красивая, я достойная, я найду хорошего мужчину, я найду хорошего партнера». Вот он и будет. Главное для себя сначала в это поверить, понять, что я достойная, я никакая не плохая. Ну ладно, это немножко уже другая история будет. Я надеюсь, что вы поняли, что я имела в виду. Я вам желаю успехов. Это не первый, не последний мужчина в вашей жизни, поверьте. Просто вовремя распределите свое внимание к самой себе, слушайте свой внутренний голос, уважайте свои желания, слушайте свое тело. Когда вам тело говорит о том, что это не ваш человек, у вас изначально началось, он мне не сразу понравился, а через неделю я влюбилась. Так не бывает. Это начало больных невротических отношений через боль. Это ненормальное отношение, начало. Нормальное, здоровое, я имею в виду, да? Слово нормальное, некрасивое. Здоровые отношения, гармоничные, для любви, для будущего, для счастья, отношения, которые делают вас счастливым, это те, когда вы их начинаете с любви обоюдной, взаимной симпатии, а не когда кто-то кого-то завоевывает, кто-то сидит в темнице, кто-то принцесса. Это нездоровая ситуация. Если ты нас учат в книжках или с детства, но это не здоровый образец. В общем, пишите ваши комментарии, что вы посоветуете девушке, кто попадал, возможно, в подобные ситуации. Конечно, чувак вообще на 3-7 живет, просто красавчик, что скажешь. Хорошо, что все это вскрылось. Пишите ваши комментарии под видео. Я всегда оставляю в инфобоксе свою почту для ваших писем, для записи на консультации индивидуальной. В теме письма пишите консультацию. Или ваши истории для вот такивого разбора на канале моего ответа. В теме письма пишите история. Спасибо за внимание. Всем пока.